привет гости зрителя моего канала сегодня с вами снова я решил поговорить на разные темы сегодня немножечко я стал сегодня я буду кушать чизбургер чигаров гамбургер и картошку free картошку free и запью все это дело пивком нашего местного разлива называется грузило грузило ценители пивных напитков я думаю может быть мне не поддержат но я но хочу попить коротко скажу о гамбургерах в свое время я дружил с одной девочкой она маленькая такая была дружили ничего такого не подозревали прошли годы она вышла замуж раскрутилась как раскрутилась нашла себя нашла стезю нашла золотую живу бакула в общем у нас пруд есть в городе и там много отдыхать плюс поставили детские площадки заброшенные места маленечко подшаманили и получилось такое проходное место и она там поставила вагончик где стали делать фастфуд гамбургеры и надо сказать они так это вкусно стали делать то есть это не мосту это далеко не макдональдс далеко не кейси вот чуть чуть подороже но в разы вкуснее и дело у них я скажу пошло просто наняли сначала сами сидели в этом вагончик и отпускали без выходных без проходных ну вот какие выходные в бизнесе в малом нет никаких квотаны в бизнесе мал а сейчас уже смотрю и работяг наняли так девочка студентка точно зарплаты пашу там жарит пары ну тогда погнали в общем молодец девчонка вот так вот для на история поговорим сегодня мы о петле времени об таком феномене к этой теме я пришел не сразу к этой теме маленько подготовился было дело я пока ждал супругу у нас был был а годовщина свадьбы давно было это просто помимо хочу рассказать я ждал ее сидел дома она думает что я забыл а я тут в этот момент уже цветов поцелу и готовлю праздничный ужин моей стороны был вообще приготовлены очень красиво все и поэтому андача с горьбы с собой смотреть фильмы а какие опять мыло да нет горьк тоже горького ужин хороший сделал сейчас говорит по каналу тв3 говорит по какой фильм первый идет кто-то будет смотреть включаем а там как раз терминатор первая часть 84 года джеймс камерон сюжет не затейлив простой как палка в далеком будущем машины вас то есть до чего дошел прогресс вкалывают роботы человек отдыхает все нормально но робот стал разумный и и сразу он мгновение ока в долю секунды определил то что человек для него угроза и простейшим логическим действием надо знать человека как уничтожить в общем такая у них канителька получилось но человек тут гнида еще то он сразу не уничтожится вроде как и нашелся такой лидер вроде нашего дедушки ленина только на их не манер это джон коннор и он возобновил народ стал эти машины лупить дают долбить суть до дела отдел дошло до того что человек обратно стал брать вверх и машины недолго думаем у них компьютер он без души нет ни страха не более чисто логическое действие раз надо значит машину время у них есть надо значит послать в прошлое терминатора чтобы он убил мамку этого лидера еще таскать до рождения этакий временной аборт а человек это не вроде как тоже сообразили и послали своего тоже бойца то же самое прошлое узнав план тот же день они захватили этот комплекс где машина времени отбили у терминаторов на штурмом в атаку шли в полный рост со штыками терминатор штыковые ходили и отбили и увидел ах вот они хитрые компьютеры через сделали и не долго думаю отсылает туда добровольца почему-то одного почему-то вот не знаю у тебя машины до в руках пошли туда 20 человек пошли туда 30 человек ну забейте его палками в итоге вопрос тут какие у вас соображения они посылают 1 жена тоже смотрит и вникает на почему горит 1 я говорю я тебя потом все объясню в общем фильм классный но мы продолжаем по теме шварц приходят тут естественно красуется во всей своей красе на тот момент трехкратный мистер олимпия 1 4 снега один моих любимых актеров в общем есть на кого подражать со всей своей мускулом голышом там ходят убил каких-то чурек-панков отнял их одежду зашел в оружейный магазин вооружился и пошел по списку по телефону у всех мам этого чувака который джон коннер зовут я звали сана сара коннер по фамилии и вот он по этому списку давай всех по адресам заходит и стреляет если полиция всего города фоника серийный убийца завелся уже говорит две жертвы репортеры налетели а теперь перенесемся по сюжету на линию человека солдата который прибыл то же самое время он прибывает с какого-то бомжа снимает штаны естественно он не робот ему больно естественно еще и на ментов на их полицейских нападает в итоге без затей крадет оружие что самое интересное такого оружия он отродясь не видел потому что по фильм вроде как прошло уже там больше тридцати лет он уже родился в сопротивлении то есть которым носим как я возьму кармультук отечественной войны и сразу же начну им стрелять да я начну стрелять а примерно понимаю как все к чему но вот так владеть вот лихо и зальхватки как он это делает оставим это тоже дальше сюжет разворачивается больше более стремительно по классическому боевику терминатор находит ту женщину сару коннер которая ему надо в этот момент этот боец вычислять терминатор так как он человеческой кожи в человеческий добрый робот с человеческим лицом и начинается погоне перестрелки все как мы любим разбиванию кулаком стекол в детстве прямо от восторга визжал было в нем что-то такое прям вседозволенность несокрушимость тяжелый поступь все как надо терминатор разошелся полицейский участок снес ничего не скажу плохого про полицейских полицейские держались как надо просто единственное они не предполагали с кем они столкнулись и даже не сообразили вот наш полицейский по-любому опа пулька не берет гранатка его возьми гранатка не возьмет шайтан трубы в пальне ну-то гусеницы с ними его там в итоге по любому ефрейтор святым какой нашелся бы там дал бы жару 37 танков лично я пронзил одним патроном остальные правда разбежались но их там калуга мой второй номер доколачивает прикладом в итоге полицейские палец смерти у храбрых но солдат эту всю деваху девку а на тот момент девушка лет 20 спасает они ненадолго отрываются от этого робота убийцы между ними на фоне стресса происходит искра у них происходит ночь любви и все как бы нормально в этот момент опять настигает этот терминатор начинается погоня в итоге как-то они взрывают все нормально вроде бы как сгорел но он тут является без кожи такой скелет из нержавеечки и чудеса графики восемьдесят четвертого года просто на уровне все так происходит смотрится живо как надо вот их солдата убивают она его прессом задавливает в итоге по итоги счастливый конец вроде как но она знает что в будущем все-таки что там будет здесь вторую часть мы разбирать не будем так как во второй части во второй части уже из робот терминатора сделали такого какую-то певчу канарейку нет уже ты поступи железные нету вас и дозвольности слышь браток а у тебя волосы длинные это прикол такой да и сейчас докурю и объясню пацана лютика запекали это мы оставим на потом здесь мы разбираем чисто первую часть в общем робот задавлен ликвидирован женщина уже потом беременная и уезжает закат а в бурю то есть нам намекают такую аллюзию то что оля движется война с машинами хотя ее сын будет предводителем и появляется такая вот недолго думаю мы с женой сразу давай умекать как так что случилось эмоции прошли вот мы думаем получается отец этого предводителя то есть ее сына родился в далеком будущем в котором отец его который зачат от него в будущем сейчас сейчас подождите вообще вот прям без пива не разобраться еще раз если бы не было бы удушево то не родился бы этот отец то есть это джон коннор не родился если бы не было этого солдата если бы не было это войны то он вообще не родился то есть будущее само себя она как сказать ликвидирует то есть они убили этого терминатора и не получится ядерной войны и выгон выгон реально реально ребята выгон и тут маленечко мы пришли к выводу скорее всего сара кондор не от него была беременна да он с ней переспал и она стал думать что осталось а у неё ждать у были отношения скорее всего в этот момент она уже была скажем так мягкая беременность детей маленечко от экрана отведите вот ладно с этим разобрались кое-каком начнем с машины времени то есть роботы в создали машину времени отослать туда роб терминатора и в этот момент наши люди штыковую атаку полный грудь на тельняшки на распашку и вперед идут просто там терминаторов отбивают эту машину и посылает туда одного человека роботы послали вот допустим 2200 терминатора ну скажем так ну полчаса надо людям чтобы терминаторов отбить сообразить сообразить у к чему но час время проходит спустя час отправить человека одного прошлое за этот час это робот уже там прошлом натворил бы делов что людям просто никак парадокс парадокс где-то в газете читал такую алюзию дескать это равносильно как на марафон пришел игрок который через час после старта теоретически теоретически он может выиграть марафон на практике друзья такого не происходит границ с чудом в общем посмотри мать и и приливаю туда умели раньше снимать джеймс камерон мастер своего дела жена сразу говорит а как играет он еще фильм фильм бездна 89 год фильм чужие 80 86 год продолжение пульта вот такого фильма ужаса чужой режиссер религий спорт кстати рекомендую по рассмотру всем дальше разговор у нас пошла но она мне младше на 5 лет она еще видел салон не помню а я маленечко застал думай говорю смотрели приходили в декашку и смотрели так отдельно фильм обсудили обязательно друзья подписываемся на канал ставим лайки и дизлайки впереди у нас то есть любителям жанра обязательно подписываться впереди планирую кстати уже есть какие-никакие черновики обзор фильма полноценный обзор фильма со спойлерами со вставками до первой крови кто не смотрел рекомендую сначала ознакомиться я его позапрошлому ролике маленько запустил не запустил не так от слова называть обозначил ох 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 и острый делать молодцы за малый бизнес молодцы люди себя нашли вкусно делаю я взял гамбургеры заточил далеко не макдональдс просто классно на крючку пивка упил сейчас бутылочку гамбургеры завтра на дачу косить я буду собрать надо вообще по хозяйству заняться так что ваше здоровье спасибо что побыли со мной спасибо что присоединяюсь никто то есть смотрите меня комментирует меня бесконечно приятно друзья всех рад видеть давайте жить в мире и дружбе так что всем пока с вами был я кирилл а